Мастер делает вот эти. Вот эти. Вот это сама. Дальшички разделочные продаются. И только раскрашиваете. А, роспись. Она только раскрашиваете. Это ложки тоже мастер. Это ваша работа, да? Да, расписываю. Моя часть художественная. А сами дели вот эти. Это лазерная. Классно. Это лазер делают. Это тоже лазер. Это лазер. Это мат лазер делают. И моя только роспись. Я заготовочки. Да, конечно. Ну, картины, да. Рамочки. Рамочки и фанерочки. Такие у вас котики, такие собачки. Да, деткам, деточкам много. Для детей много. Здорово. А вы тоже как-то преподаете, да, детевики? Да, я раньше. Я раньше преподавал, но сейчас я как журналист. Просто снимаю. А, пожалуй, я достану. Что вам достать? Вчера его снимал. Левина Андрея. Пожалуйста, я достану. Что вам будет висеть? Какие-то обидели. Да, нет. Я так сам смотрю. Ну, вазер, иконочка, да, батюшка Александр. А где можно будет приобрести, кроме как на ярмарке? Как вас зовут? Елена Юрьевна Гальпедовна. Я визитку оставлю. Визитку оставлю. Ну, я так, чисто, снять просто. Визитку родим. Мне вот заинтересовало, как вы доски классно раскрашиваете. И вообще, вот как, что это за техника? Как это вот? Выжигание и роспись по дереву. Выжигание и роспись по дереву, да? А потом, между строчками, очень аккуратно, белой акриловой краской. Когда подсохнула, краска акриловая цветная. И лак масляный кири, очень дорогой лак. Очень дорогой лак масляный кири сверху. Ну, я смотрю, это такая смесь. И выжигание, и краска, да? Да, это все кири, кири, очень дорогой лак. Вот это тоже кири. Вот телефончик мастерицы. Пожалуйста. У меня просто видеоканал в ютубе. Я люблю вот эти сверхтворчества, народное. Это на срезах дерево, это на срезах. Это Клеон где-то на Альфе. Это четки. И они для молитвного правила там баски. Это наш какой-то. Это, по-моему, Лесков, да? Это Лесков, это Фанасий Пец. Тургенева купили. Николай Семенович Лесков. И все писатели, поэтому я делаю тоже. Тургенев, Есенин. Панал Весков, Панасий Пец. Сова это вешалка такая. Ключница. На три ключика, да. Это ключница. Тоже это как-то выжигание или что? Вырезание? Это тонкого вырезания. Это лазерная резка. А, лазерная резка. Сложно, да. Это мне мастер делает, а я уже родная. Это панерка? Да. Не знаю. Это шпон пятислойный, по-моему. Раз, два, три. Я только беру на роспись. Очень красиво. Это вот тоже лазер. Писан рублей какой понравится. С мастер-бешком есть. Это ключница на три ключика. Это лазер, это нижняя часть гвозди. Акриловыми красками расписываете? Только акриловыми. Они лучше, они ярче, они ярче. Ну да, яркие, красивые. 50 рублей. Пожалуйста. Наш город красивый, убирает. Это тоже мастер Саров, Мужегородский. Ялка. Там такие мастера вовлые. Снизу. Дерево липо. Да, все. Тоже дерево липо из них. Маленькие. Полезная штука. Переворачивать что-нибудь. Жаришь. Лак пищевой. Надо было самое берет. Молодец. Свистулька. О, нормально. Вытаскивайте, вытаскивайте. Сланы очень даже выжжены, если выжжены. Рамочка я сама сделала. Я раньше тоже выжиганием по дереву занимался, наверное, в глубоком детстве. Ну да. А вы еще и расписываете акриловыми красками. А вот старинные. Это 50 рублей. Получается достаточно необычно. Это бабушка такая была старинная фотография. Называется, смотрите, как на той стороне называется она. Две семьи называется. Старинная. Еще с черным знаком. Это бабушка. Сегодня выставка была «Город мастеров». А вы, наверное, самая стойкая мастерица, да? А у меня нет компьютера. Я не знаю, мне нужно звонить тут. Все бы разошлись. Если меня только пригласить, пока только звонят. Да, расчет. Ну, в принципе, мы телефон зафиксировали. Если будут по поводу приобретения, вам люди позвонят. Жители. А это что за штука? Называется трещотка. А, трещотка. Да, да, да. Это славянский музыкальный инструмент из дерева береза. Это музыкальный инструмент из березы. Нормушка, да? Это китайский. Ну, классно. Это китайский. Сегодня сухни, не подавайте мне. С Китаем вперемешку идет. Ну, ясно. Дети просят, дети, привезите нам. Я еду. Ну, ладно. Это у нас та девочка придет, Жанна. Придет русский сувенин. Да. У нас там где-то... Ну, он умер уже. Учил детей, и они картины делали с соломки. Брелочки вот такие. Ты знаешь, соломки. Я знаю. У нас там. У меня дома даже есть здесь вот собака охраняет вот это. И потом с фонариком. Они сделали соломки. Молодцы. Вот такие замечательные изделия. Вы можете приобрести по телефону, у мастерицы. Спасибо вам за ваше творчество. Очень приятно. Спасибо. Это телеканал, да? Ютуб канал, интернет канал. Так, вот такая замечательная мастерица. Ну, Андрея Левина мы вчера уже снимали, выкладывали. Вот он сегодня. Народный... Здравствуйте. Народный рубашки, да? Да. Польферный праздник. С вами полным ассортиментом. Книги, которые он... Судбищенская битва. Поставил, Судбищенская битва. Вот. А Куликовская битва. Замечательно. Там участвуют. Аристоник это кто? Аристоник это исторический герой, как Спартак. А, как Спартак. О, а я вообще что-то не помню. Государство равных, справедливое. Первое социалистическое государство в древнее время. А где, в Риме? В Пергамском царстве. А, в Пергамском царстве. Это одно из царств, которые остались после Александра Македонского. Надо почитать. Значит, после Македонского. Да. Ясно. Это я почитаю в Википедии, аристоник. Это, так сказать, остатки вашего войска, да, сегодня? Да. Покупатели были. Ну, это я вчера вас снимал уже. Хорошо. Очень красиво. Спасибо. Здорово. Вот такие замечательные мастера. Нахожусь в парке культуры отдыха города Орла возле фонтана. Спасибо вам за просмотры. С вами был Дмитрий из Орла. Спасибо.